Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сдерживают атаки противника в Донецкой области. Сейчас они работают на Бахмутском направлении. Следят за небом над основной трассой Бахмут и сдерживают попытки российских войск окружить и захватить город. Зенитная установка ближнего действия. Работаем по беспилотным целям. Залетают к нам, отрабатываем, сбиваем. Ланцеты, орланы, все уничтожаем, что у них там летает. Летает что-то, визуально наблюдаем, делаем доклад и работаем по этой цели. Кто рядом с нами, подключается. Тоже работаем все вместе по цели и делаем все возможное для ее уничтожения. Что это было? Это был наш выход. Что это? Это был наш выход с нашей Д-30 гаубицы, по противнику, который пытается пересечь трассу Бахмут-Константиновка. С нашей стороны есть чем стрелять. Есть и для артиллерии, даже и для минометов есть боеприпасы. Ну и все остальное тоже есть. И для пулеметов. В общем, есть чем стрелять. Это тоже был выход из нашей Д-30 гаубицы. Так как врага много на этом направлении, то надо и работать много. После работы гаубицы военнослужащие говорят, атаковали цели противника. Дмитрий – наводчик зенитной установки. На фронте год. Парню сейчас 19 лет. Говорит, очень ждал совершеннолетия, чтобы подписать контракт с вооруженными силами Украины. У меня друзья, знакомые пошли. Вот и у меня появилось такое желание. И я пошел тоже. Было желание. Подписал контракт и пошел. А как восприняли родные? Они все поняли. Они восприняли нормально. Да, немного боялись за меня, но уже привыкли. Расскажи, ты же пришел и не знал военного дела. Обучили тебя? Ведь россиян бросают без подготовки. А как с этим в Украине? Все научили. Был в учебном центре. Там и курс молодого бойца прошел. И учебу на зенитке. Всему научили. Все, как положено. На соседних позициях украинские военные работают с переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла». Говорят, вооружение еще советских времен, но до сих пор эффективное, если уметь им пользоваться. Есть две модификации. Есть две модификации. В СУ это есть старая версия «Иглы» и есть более новая. В общем, чем они отличаются новой от старой? Там крышка такая и модификация этой «Иглы». Меньший радиус и дальность действия ракет. По применению могу показать это в сложенном виде. Все закрыто. Во время работы открываем два прицела, крышку снимаем. Если знаем, что летательный аппарат уже в воздухе, самолет, там вертолет, вы уже знаете. Но обязательно нужна крышка от попадания, например, дождя или солнца. Потому что очень реагирует, нельзя наводиться на солнце. Несмотря на напряженную обстановку, украинские войска в Бахмуте продолжают оказывать сопротивление. Министерства обороны Украины сообщили, что на этом направлении, в результате стойкости украинских военнослужащих, российские войска несут колоссальные потери как живой силы, так и вооружения. Анастасия Волкова, Артём Воронин из Донецкой области для телеканала Freedom.